Холди, когда сам, когда сам, когда новая серия по сампу? Усаживаемся поудобнее, сегодня новая серия по сампу. Как всегда, завозим лайкос, подписываемся на канал, ну а также подкидываем мне идейки в комментариях для следующих видосов. Я, кстати, играю на третьем сервере, по ссылке в описании, по моему промокоду, также можно еще получить крутые бонусы. Ну что ж, всем приятного просмотра, поехали! Думаю, вы не забыли, как я работал на начальных работах для бомжей, шахте и ферме. Так вот, заработок там, конечно, такой себе, и поэтому я решил попробовать новое ремесло. Работу дальнобойщикам. Что вообще известно мне про эту работу? Для меня это суровые мужики, которые катаются на огромных фурах. Но когда я приехал на станцию аренды фур, я не заметил ни того, ни другого. Скорее всего, это стереотипы. Хотя посмотрите, какая произошла битва всего лишь за одну фуру, которую я себе, кстати, представлял немножечко попрестижней. После долгого времени ожидания, я урвал себе машину, конечно же, не без боя, и отправился на так называемое место загрузки. Вообще, их на выбор есть несколько. Шахта сразу отлетела из моего выбора, потому что я помню, в какой жопе она находится. Короче, ферма оказалась самым оптимальным вариантом. Место загрузки, по моему мнению, это какая-то площадка маленькая посреди поля, на которой происходит непонятный хаос. В общем, это так, понятно, хотя бы вот посмотрев на машину, которая чуть ли не заехала на здание. Для загрузки я посигналил и невидимой силой заполнил кузов своей фуры. Ну, то есть этой красной маршрутки. После этого я должен был поехать на место выгрузки. Должен был. Может, конечно, со мной что-то не так, но когда я приехал на метку, мой груз все еще остался при мне. Я даже посмотрел, как другие дальнобои сдают его, но, видимо, я особенный и со мной так это не работает. Может, работники завода забухали. Но я подумал, что лучше прокатиться и вернуться обратно, чтобы подождать, пока там все отрезвеют. Но я так и сделал. Только вот чуть перепутал действия. Ну, зато я знаю теперь, кто живет на дне океана. После проверочки моих водолазных навыков, я отправился в любимую больничку с мигающим интерьером. Не завидую эпилептикам, которые здесь играют. После того, когда с моих легких выкачали всю воду, я вновь взял тагач и отправился на новую загрузку. Как я уже говорил, есть несколько зон, где нужно загружать свою фуру. И в этот раз я решил стезить на загрузку рыбы. Посмотрел, сколько туда ехать и понял, что я обнаглел жаловаться на дальность езды до шахты. Ну, раз далеко ехать, то, наверное, же и заплатят больше. Наверное. Колеса швыряли, горячий асфальт. В кабине играл магнитольчик. На трассе случается всякое, брат. Дави в полпедаль дальнобойщик. Место загрузки рыбы оказалось каким-то небольшим рыбацким городком. Даже вполне уютным и спокойным. Слушайте, если хотите, чтобы в следующей серии я сюда вернулся и половил рыбку, а я это очень люблю, то обязательно прожимайте свой лайкоин. Да, в принципе, здесь и домик есть свободный. Почему бы не пожить спокойно на пристине, да, допустим, наедине с собой? В общем, подъехав к заводу выгрузки, я молился, чтобы в этот раз всё получилось. А то, знаете, катиться с одного края в другой не самое приятное занятие. Ещё и чтобы просто утопить груз, как в прошлый раз. Всё-таки молился не зря. И ребята завода вышли с запоя и приняли мой груз. Ну, даже не знаю, что сказать, ребят. Как по мне, 2000 баксов за такую длинную поездку не самое прибыльное занятие. Вот вы, наверное, сейчас думаете, что основной целью было заработать денег. Но как бы не так, следить за рабочим чатом, в котором яростно пытались выяснить, фейки или нет, это то ещё развлечение. Короче, подписчики, если вам ролики по сампу нравятся, выгружайте лайки, пишите в комментариях, как вы играете в самп, предлагайте идеи. Ссылки все полезны в описании, войдите в мой промокод и всем хорошего настроения. Пока, ребят.